привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня готовлю хаш из баранины конечно я знаю что хаш готовится именно из говядины но в то же время у меня появился прекраснейший бараний желудок и самое интересное что многие мои подписчики говорят самые вкусные самые ценные и ароматные в требухе это конечно же ее зеленая пленочка поэтому сколько раньше я мучился и показывал как быстро снять эту зеленую пленку сколько люди говорили мы не можем снять эту пленку оказалось если требуха взята весной или летом когда животное кушает зеленую травку тогда там максимальное количество витаминчиков и поэтому конечно же и эту зеленую пленочку снимать не нужно это бараний желудок поэтому у него легче снимается эта вся штучка я ее не снимал и хочу попробовать какого вкуса будет именно баранья требуха с пленкой так как это хаш конечно я буду использовать еще и хорошие бараньи голяшки 4 голяшки 2 задние и 2 передние я приготовлю хашек и в то же время я сделаю еще маленькое блюдо в блюде я сделаю немного фаршированные требухи фаршированные она будет любой щеками и чесночком немного рубленных шампиньонов для фаршика а здесь я решил попробовать такого куста будет требуха вместе с вешенкой и немного вешенки соль а здесь сушеный имбирь молодой рубленый чесночок я вырезал из требухи пару мешочков вот один такой сюда я сложу часть фарша вместе с вешенкой и вот что такое я сюда попробую завернуть измельченные шампиньончики требуху я просто хорошо хорошо вымыл она пару часиков полежала у меня в воде чтобы лишний запах из нее ушел пахнет она естественно требухой но очень вкусно и ароматно изнутри вот изнутри требухи я почти не снимал пленку потому что она очень нежная на требухе из баранчика я думаю она прекрасно приготовиться как всегда я купил целую овечку что-то съел свеженькая а требуху я заморозил поэтому она была в морозильнике какое-то время сейчас я режу на небольшие куски чтобы она удобно лежала в казане и хорошо варилась вот один мешочек с грибочками я его так связал надеюсь не развяжется а второй мешочек вот так скрутил и оляшки а теперь один большой нюанс у меня не все гости понимают смысл требухи и ее аромат поэтому сейчас водичка закипит покипеть несколько минут и я ее полностью собью и залью опять свежей вкусной фильтрованной водой чтобы уже варился хашек таким образом лишний яркий аромат от требухи уйдет и мне не придется даже собирать пенку с мяса вы знаете друзья пахнет прекрасно даже не слышно почти что это требуха конечно какой-то отдаленный аромат есть но все достойно все замечательно еще несколько минут пусть все это погреется чтобы побольше пенки вышло чтобы бульончик потом у меня варился чистенький и аккуратненький я сполоснул все что было и оляшки и требуху свежей водой вид у нее серый и очень достаточно непривлекательный сама пленочка какая была зеленая уже некоторых местах очень легко отходит и скорее всего будет загрязнять бульон поэтому пока я еще не знаю насколько этот способ хорош насколько это все будет вкусно и аппетитно в любом случае если я это не сделаю я не узнаю и вы не узнаете поэтому ждем окончании эксперимента пахнет хорошо пахнет уже молодым хашеком очень-очень тонкий аромат именно требухи дымка поэтому я думаю будет все вкусно и замечательно хаш из баранины варится уже два часа огонь бывает посильнее это медленнее поэтому бульон сначала был прозрачным а потом стал молочно-белым это потому что слишком высокая температура и слишком активное вульканье сейчас я сюда добавляю лавровый листик сушеный красный острый перец чили перец горошком черненький немного душистого перца настоящий хаш никогда не солят во время варки но так как у меня здесь и рулетики будут из грибочками и оляшки поэтому я посолю пусть это будет хаш не настоящий с это будет хаш баранины но очень вкусно репчатый лук я в него втыкаю бутончики и гвоздики я кладу репчатый лук с воздикой прямо в казан а также несколько свежих морковок это придаст бульону хаша благородство вот столько же водички выкипела благодаря бурному кипению но я добавлять воду не буду потому что вообще нельзя добавлять воду при варке бульонов это очень сильно меняет вкус бульона в худшую сторону чтобы блюдо получилось вкусным и разнообразным я часть желудка вот так порежу меленько и обжарю стучку грушевый дистиллят из осеннего урожая хашек бульончик вообще его подают не соленым отдельно чесночок со сметанкой смешивают получается такой вкусный соус но у меня хаш из баранины поэтому какой хочу хашек такое делаю на улице тепло дистиллятик холодненький хорошо слышно острый перчик который сюда положил сухой на удивление бульон очень вкусный я все переживал какой будет бульон из трибухи потрясающий бульон что то похожее на свиные ножки или говяжьи ножки очень благородно вот здесь у меня сама требуха с лучком обжаренная вкусная мягкая все варилось всего два с половиной часа но уже в конце слишком сильно выкипела водичка поэтому половина и оляшек и рубца была в воздухе лучше конечно варить еще на частик дольше тогда будет все идеально а вот миско миско прекрасно салатико фаршированная часть трибухи грибочками и чесночком вот и это по-моему вешенка да вкусно но тепло а это шампиньончики вот и конечно же грушевый дистиллятик как мне отсюда хорошо видно оператор взял тарелку грибухи и ест ее это вообще это настолько я даже сам не верю своим глазам оператор и без грибуху наверно все таки она вкусная а дистиллят шикарный бульончик бульончик утром и так на желудке пленка с барашка снималась легко просто я ее не хотел снимать при приготовлении само блюдо имеет вот такой темный не очень аппетитный цвет и и часть и часть этой пленочки уже на этапе варки начинает отходить и и бульон получается с небольшими такими фрагментиками для пленки и потом когда я обжариваю уже три буху вот эта верхняя пленочка она очень легко отходит и она прилипала к поверхности казана и мешала нормальному процессу жарки поэтому что я могу сказать я хочу сказать что все витамины какие были на зеленой пленке за 3-4 часа варки полностью разрушаются поэтому на мой взгляд это все глупости что здесь витамины будут витамины уже исчезли второе по вкусу вкус это никак не улучшает и не ухудшает но если кто-то не слишком любит аромат требухи то конечно же сама пленка имеет очень богатую его концентрацию и лучше ее снимать в итоге если у вас есть требуха и с нее легко снимается пленка с помощью моего способа залить горячей водой и снять пленочку все что снялось снимите все что не снялось оставьте это как раз не изменит вкус блюда и его красоту а именно специально сохранить пленку я попробовал ничего здесь такого чтобы мне понравилось не вышло поэтому я думаю я сделал хороший обзор именно требухи с зеленой пленочкой прекрасные голяшки получились здесь стиротик вообще супер но очень тепло я очень тороплюсь потому что уже сзади стоят все и сигнализируют мне все очень аппетитно и они хотят попробовать друзья если вам понравилось мое видео ставьте огромные лайки подписывайтесь на мой канал и помните кухня это самое спокойное место как тепло я уже почти сухло и умничка ого ты съела хорошую тариницу Субтитры сделал DimaTorzok